И снова потоп в общежитии на Новосибирской 58. Напомню, в старом здании, где продолжает жить семьи, собственник затеял капремонт и снял крышу прямо в период дождей. Вода сейчас ручьем бежит с потолка, у людей топит имущество, но они продолжают жить в таких нечеловеческих условиях и не собираются съезжать. А накануне жильцы узнали, что ремонтники якобы не собираются возвращать крышу на место. Люди еще больше начали подозревать, что под предлогом ремонта собственник хочет выкурить их из квартир. Жильцы записали очередное видеообращение. Я погодит. На Новосибирске 58 опять идут дожди. Сегодня затопило все здание. Я разговаривала с представителем собственника. Крышу восстанавливать они не будут. Сказал, восстанавливайте вы сами. Новости прямо рассказывали о конфликте людей и собственника. Бывшее общежитие для работников РЖД продали вместе с квартирантами частному лицу. С тех пор, уверяют люди, собственник под разными благими предлогами пытается от них избавиться. То отключит электричество, то перекрывает тепло. Сейчас в этой истории разбираются следователи, а дело взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Проверка идет и в районной администрации. По данным комитета, чиновники могли не проконтролировать определение способа управления общежитием, как и законность продажи здания. Ранее представители собственника заявляли, что сами жильцы могут оказаться мошенниками, и у них якобы есть другое жилье. Но люди продолжают отстаивать свою позицию и заявляют, что если бы им было куда идти, они бы не могли с детьми в доме без крыши. Мы обратились к представителю собственника с простым вопросом, когда в доме сделают кровлю. В письменном ответе частник заверил, что в ближайшее время, но сроки уточнить не смог. Напомню, в эту пятницу, 29 июля, в Крайвом суде должно состояться заседание по делу проданных вместе с домом людей.